Многим китайским породам собак насчитывается по нескольку тысяч лет. Изоляция Китая от соседних стран привела к тому, что породы собак разительно отличаются от всех остальных. Перенаселенность китайских городов повлияла на качество всех пород. Держать собаку в Китае было, да и теперь остается, роскошью. По этой причине все собаки Китая отличаются необычным внешним видом, независимым характером и умом. В этом видео мы собрали случайную пятерку пород собак, родиной которых является территория Китая. Открывает наш топ китайская собака Чунцина. Аборигенная порода собак, сформировавшаяся в Китае около 2000 лет назад, относится к собакам примитивного молотского типа. Порода довольно редкая, даже считается почти исчезнувшей. В Китае их можно пересчитать по пальцам, осталось около 2000 особей. На морде у этих собак множество морщин, а язык синий. Китайские бульдоги, как их еще называют, обладают крепким телосложением, а еще у них почти нет шерсти. Однозначно описать характер породы сложно, из-за малой распространенности и того, что часть собак содержится в качестве охотничьих, часть сторожевых. В целом, это очень преданные и верные собаки, образующие в семье тесную связь. Чаще всего в семье щенок выбирает себе одного хозяина-лидера, остальных просто уважает. Этим питомцам очень важна ранняя социализация и правильный подход к дрессировке. На четвертом месте Чао-Чао. Эти собаки разводились во дворцах китайских императоров, а зародились и не на территории Восточной Азии. Чао-Чао обладает внешностью, напоминающей льва, и еще одной особенностью – синим языком. Эта собака с волевым независимым характером и крепкими нервами. Спокойная, неагрессивная, но в то же время абсолютно бесстрашная. Изначально эти мощные и крепкие животные использовались для охоты и выполнения охранных функций. Со временем охотничье предназначение пропало, и они взяли на себя роль компаньонов. Представители любят демонстрировать свое превосходство в семье, поэтому социализировать собак и закладывать основы хорошего поведения лучше всего с самого детства. Это великолепный спутник для флегматичных владельцев, у которых хватит терпения и черт характера, чтобы завоевать уважение у этих собак. На третьем месте Шарпей. Устные предания утверждают, что Шарпей произошел от гладкошерстных Чао-Чао, либо древних мастифов. А еще их сходство вновь связано с синим языком. Эти собаки обладают крепким телосложением и складками по всему телу. Шарпей выводили как универсальную собаку, способную справиться с обязанностями охранника, охотника и пастуха. Порода обладает всеми необходимыми для борцов и охотников качествами. Это независимые, замкнутые и не особо подвижные питомцы. Если хозяин в их воспитании даст слабину, они не замедлят воспользоваться промашкой, чтобы занять доминирующее положение в стае. Однако владелец, который сможет завоевать правильным подходом и твердостью характера авторитет у этих собак, получит надежного компаньона и товарища. На втором месте Пекинес. Эта маленькая собака в течение долгих столетий жила только в китайском императорском дворце и его садах в Пекине. Право разводить Пекинеса было предоставлено только китайскому императору. Ее гротестный вид, манеры, ум, смелость и преданность в самый короткий срок завоевали симпатии всех, кто с ней сталкивался. В плане двигательной активности порода несколько пассивна и не будет требовать активных прогулок с огромным рвением, но, разумеется, ежедневные прогулки необходимы любой собаке. Пекинесы могут демонстрировать чрезмерную отстраненность и аристократическую холодность, но откровенная приставучесть им не свойственна. Как и с другими китайскими, а тем более аборигенными породами, с ними необходимо наладить контакт с первых месяцев жизни и завоевать авторитет мягкими способами. Своей семье эти малыши очень преданы. Это сможет увидеть каждый владелец в мелочах и привычках своего питомца. На первом месте мопс. Данные о родине мопса не совсем точны. Пример приводит не только Китай, но и Африку. Существует также предположение, что по форме черепа его можно считать карликовым вариантом малого бульдога из Европы. Большинство ученых сходятся во мнении, что их предки, похожие на пекинесов, были выведены в Китае более 3000 лет назад. Собаки породы мопс спокойны и уравновешены. Отчасти поэтому многим кажется, что они ленивы. Но на самом деле мопсы копируют привычки хозяина, поэтому не только с радостью будут лежать на диване, но и полюбят активные игры на прогулках. В вопросе выбора хозяина мопсы однолюбы. Однако свой авторитет еще нужно доказать. А с терпеливым и решительным настроем они еще и смогут прекрасно изучать новые команды. Так как мопсы – брахицефалы, им присущи такие особенности, как храб и хрюкающие звуки, а еще им тяжело переносить жару. Разумеется, список пород, которые зародились на территории Китая, не ограничивается данной пятеркой. Поэтому, если вы хотели бы увидеть вторую часть данного видео, дайте нам знать об этом в комментариях. На нашем портале вы можете познакомиться со всеми породами собак из данного видео и приобрести щенков только от проверенных лично нами на титулы и документы питомников. Наши ответственные заводчики помогут вам на всех этапах взросления щенка. Нам очень важна ваша поддержка. Поэтому, если видео вам понравилось, не забудьте поставить ему лайк и подписаться на наш канал. Ну а мы увидимся с вами в следующем видео.